Прививаем патриотизм в ДНР не учат детей воевать 8 мая 2019 года газета Прививаем патриотизм в ДНР не учат детей воевать Источник изображения В ДНР отвергли сообщение о подготовке детей к войне В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике не готовят детей к войне, но лишь прививают им патриотизм Таким образом в ДНР ответили на обвинение украинской стороны в том, что в регионе якобы проходит подготовка молодого поколения к боевым действиям Такой вывод Генпрокуратура Украины сделала со ссылкой на СМИ Между тем, Киев сам проводит боевую подготовку детей и молодежи В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике отвергли обвинения в подготовке детей к войне Там пояснили, что занимаются исключительно патриотическим воспитанием молодого поколения Руководитель общественной организации «Молодая гвардия Юнармия» ДНР Виктор Пудак объяснил РИА Новости, что в республике не привлекают детей к боевым действиям и не ведут их набор в состав национальных вооруженных сил Наше общественное движение – это общественная организация, созданная для формирования у молодежи высокой гражданской и социальной активности – патриотизма Наше подрастающее поколение всегда будет помнить о подвиге наших дедов, которые отдали жизнь, чтобы весь мир был освобожден от фашизма «Мы будем вкладывать в подрастающие поколения нашей республики только светлые мысли, добро, смелость и гордость за нашу республику и за великую победу, которая состоялась 9 мая», – подчеркнул Пудак Накануне стало известно, что Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за якобы подготовки детей в Донбассе к боевым действиям Основанием для этого стала публикация статьи в интернет-издании «Украинская правда» В материале было указано, что ополченцы якобы готовят детей в регионе к боевым действиям Видимо, как раз на эту публикацию обратила внимание украинская организация «Восточная правозащитная группа» 4 мая на ее странице в Фейсбуке появилось сообщение, что донецкие ополченцы якобы при финансовой и организационной поддержке России проводят милитаризацию детей, подростков и молодежи, проживающих территорией Донбасса Военные инструкторы готовят детей к боевым действиям Вместе с тем, детям вкладывают идеологию сепаратизма и русского мира На организацию тренировочных лагерей тратятся колоссальные финансовые ресурсы, заявили правозащитники Организация призвала международное сообщество и украинское правительство принять все необходимые меры для прекращения милитаризации детей в Донецкой области В ответ на все обвинения в свой адрес Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь выступает гарантом исполнения минских договоренностей Об этом говорил как сам президент России Владимир Путин, так и другие официальные лица Кроме того, глава государства отмечал, что в Донбассе нет российской армии, но там действует местное формирование, которые отражают военные акции Впрочем, украинская сторона, которая обвиняет ДНР в подготовке ДТИ к войне, сама ведет с подрастающим поколением такую работу Об этом стало известно из сюжета телеканала Euronews в ноябре 2018 года Материал был отснят журналистами в детском лагере, где воспитанников в возрасте от 8 до 16 лет обучали украинские националисты Детей там учили стрелять из автомата Калашникова Обучение ВИУ, по данным канала, активист Сокола, молодежная организация ультраправой партии «Свобода», организация запрещена в Крыму, и ветеран антитеррористической операции, АТО Кроме того, он делал русофобские высказывания и учил стрелять в жителей ДНР В середине лета прошлого года депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Ерош, экс-глава запрещенной в России организации «Правый сектор», организация запрещена в России, объявила о наборе детей в школу диверсантов Вместе с этим на канале учебного центра Украинской добровольческой армии УДВ, YouTube, появилось видео с рекламой курса «Мы, украинские добровольцы, вместе с выполнением боевых задач на линии фронта, готовим молодое поколение к защите Украины и уничтожению нашего вековечного врага, империи и агрессора России», заявил Ерош Причем подобное обучение на Украине проводится не только на уровне отдельных партий, но даже на государственном В прошлом году очередную годовщину Майдана в Киеве решили отметить в том числе военно-спортивными соревнованиями Киевские власти нашли правильным для украинских школьников отметить такую дату стрельбой В числе тематических мероприятий, посвященных так называемой «революции достоинства», были запланированы военно-спортивные соревнования между учащимися образовательных учреждений украинской столицы В городской государственной администрации сообщили, что работа с молодежью в рамках празднования очередной годовщины государственного переворота началась проведением тематических фотовыставок «Блокпост памяти» Более того, украинские власти на эту годовщину запланировали проведение тематических уроков, воспитательных часов, бесед, встреч подростков с участниками Евромайдана Также организуют возложение цветов к памятным знаком, мемориальным доскам, местам захоронений погибших Среди учебных заведений Кева проведут городские военно-спортивные соревнования по огневой подготовке «Снайпер столицы-2018», указали в сообщении городской администрации Лидия Миснек Право на данный материал принадлежат газета Материал размещен правообладателям в открытом доступе Редактор субтитров А.Семкин